Начинать свой бизнес это всегда непросто, а в нашей стране тем более. В городском поселении Некрасовский уже несколько лет по крохам создается интересная предприятия. Начинали местные предприниматели с продажи запчастей, сами ездили на завод, сами продавали, сами ремонтировали. А потом появилась потребность в самостоятельном изготовлении запчастей, так как цены стали быстро расти. Постепенно вышли на сегодняшний уровень. Сейчас какую продукцию изготовили? Сейчас у нас большой перечень продукции. Это погрузчики, щетки, бочки, поливомоечное оборудование, комплектующие бочкам, отвалы. Вся коммунальная техника на тракторах. Сложностей у небольшого производственного предприятия хватает. Например, по земле. У них Росавтодор, по словам предпринимателей, отнял большой участок земли. Завод стоит неподалеку от строительства Большой развязки на Дмитровском шоссе, возле микрорайона строителей. Предприниматели судились с дорожниками, но безрезультатно. Пришлось здание завода перестраивать, чтобы уместиться на оставшемся клачке земли. Это на год отбросило предприятие от производственных планов. Электричество. Какая ситуация сейчас? Ситуация с электричеством следующая. Было получено технические условия, было подключение. Тоже достаточно занимало много времени, так как земля под производством, не ЖС. И много требований. Пытались потребовать у нас дополнительные условия, незаконные. Мы на них не согласились, мы на них не пошли. В итоге электричество было подключено. Четчик был установлен, все было обломбировано. Договора с энергосбытом были заключены. Но при начале эксплуатации часть оборудования начала сгорать. Предприниматели провели независимую экспертизу и выяснили, что электричество, поставляемое им и микрорайону строителей, не соответствует ГОСТу. На заводе напряжение падало до 150 вольт. В результате не работали ни насосы, ни компрессоры. Сначала дирекция предприятия вела затяжной спор с МАЭСКом. А параллельно, чтобы не останавливать производство, закупили три генератора, запаслись соляркой и сейчас самостоятельно обеспечивают завод светом и теплом. А потом приехали сотрудники МАЭСК и обрезали, со слов предпринимателей, их предприятие от электроснабжения, чтобы по суду не могли доказать, что эта организация поставляет в данный район некачественное электричество. В будущем, помимо коммунальных машин, машин по уходу для города, мы планируем делать, изготавливать фрезы маленькие, значит, плуги, в основном для мелких фермеров. Вот эту нишу, там всякие тележки для транспортировки лука, для хранения, для сбора, есть такие контейнеровозы. Мы в советское время делали их, раньше наши институты. Вот эту нишу, конечно, стоило бы занять. Планов у дирекции компании Гормаш много, но главное – это начать готовить собственные кадры, которых сейчас просто нет. Предприятию нужны специалисты по ремонту коммунального оборудования, по ремонту тракторов. Сейчас владельцы компании закупают новые станки, чтобы расширить номенклатуру производимых деталей и оборудования, и нужно срочно обучить свои кадры, которые смогут качественно на этих станках работать. На данный момент закуплены вальцы, это для изготовления бочек, конструкции, разбрасывания реагента, развертки. Был куплен гибочный станок для гибки металла, это углы, это всё, что используется в щёточном оборудовании. Значит, куплен станок билетина, по металлу рубит металл толщиной 14 мм, это ножи на отвалы, на ковши, на погрузочное оборудование. Была куплена плазменная резка, толщина металла 30 мм рез. Ну, все комплектующие для всех коммунальных, не только коммунальных, для всех машин. Сейчас на этом предприятии работает порядка 20 человек. Часть из Московской области, примерно треть из Владимирской области, из города Александров, менеджеры из Москвы. Планируют до 60 человек довести штат. В ближайшие месяцы запустят цех по ремонту топливной аппаратуры, по перемотке электродвигателей и балансировки, откроют порошковую покраску. Всё оборудование уже куплено. Осталось наладить процесс, утеплить здание и начать выводить предприятие на новый уровень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин